Увидеть, как несут службу российские моряки, которые по запросу Дамаска участвуют в операции против террористов в Сирии. Такую возможность наше Министерство обороны вновь предоставило иностранным журналистам. До этого они посетили авиабазу Хмимим. Теперь пришла очередь побывать на большом противолодочном корабле вице-адмирал Кулаков. Вместе с коллегами на борт поднялся и наш корреспондент Александр Батухов. Этот большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков входит в группировку российского ВМФ, находящуюся на боевом дежурстве близ берегов Сирии. Главная задача – защита вот этого ракетного крейсера «Варяг», который возглавляет наш военный флот в этом регионе. Вдали от дома этот противолодочный корабль уже 4 месяца. Два из них он здесь, в территориальных водах Сирии. Пришел на усиление. За это время уже больше 10 раз выходил на боевое дежурство. Задачи немножко специфические. Это прежде всего охрана и оборона наших надводных кораблей, судов и транспортов в восточной части Средиземного моря. Также мы выполняем поисково-спасательное обеспечение, которое позволяет спасать объекты воздушные, надводные на море. Для сопровождения судов этот противолодочный корабль имеет все необходимое вооружение. Как, например, вот эта корабельная артиллерийская установка против надводных целей. Вот только применять все это грозное оружие, говорит капитан, здесь еще не приходилось. Пока прямых каких-то угроз для корабля здесь не существовало. Все в пределах законодательных актов и прав, действующих в море. Прямых нарушений и каких-то провокационных действий мы не наблюдали. Не пришлось пока участвовать и в спасательных операциях, хотя для этих целей даже есть вертолет, который периодически совершает тренировочные вылеты. Все эти возможности большого противолодочного корабля показали иностранным журналистам. Большой пул зарубежных СМИ вот уже несколько дней знакомится с тем, как российская авиация и флот противостоят в Сирии группировки «Исламское государство». Поездка интенсивная и открытая достаточно. И думаю, мы хорошо, благодаря Министерству обороны, мы узнали, как здесь российские солдаты работают, как воюют. Открытость российского Министерства обороны и готовность к сотрудничеству поразила и французского репортера. Ему есть чем сравнивать, ведь он не раз бывал на военных базах. Я работаю и с американской армией, и с французской, и меня часто приглашают на разные военные операции. Но всегда между нами, журналистами и военными, есть жесткая дистанция. А здесь мне понравилось то, что этот разрыв практически не чувствовался. Министерство обороны России уже не первый раз приглашает иностранную прессу в Сирию, чтобы дать зарубежным журналистам увидеть все своими глазами, а не послушать пересказ других. Первый раз, много европейцы понимают, что Россия защищает их. Так называемая западная коалиция ничего не делает. Давай, говорим вещи своими именами. Они ничего не делали в течение четырех лет. А вдруг сейчас Россия в течение четырех месяцев изменила поле боя? Знакомство с российским боевым кораблем продолжалось несколько часов, после чего иностранные журналисты отправились на берег. А большой противолодочный корабль продолжил свое боевое дежурство. Александр Батухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.